17 щелковских шашистов стали призерами в первенстве Московской области по стоклеточным шашкам, которое прошло в усадьбе Гребнево городского округа Щелково. В них приняли участие более 50 спортсменов из Щелково, Лосина-Петровского, Фрязина, Королева, Электростали и других городов. Судейский состав соревнований впечатляющий. Сергей Александрович, мастер спорта, спортивный судья первой категории. Главный секретарь Ильясова Елена Викторовна, спортивный судья первой категории. Мама чемпионов. Соревнования прошли в четырех возрастных группах. Мальчики и девочки до 9 лет, мальчики и девочки до 11 лет, юноши и девушки до 14 лет и юниоры и юниорки до 20 лет. В семь туров по швейцарской системе. Щелковцы, Аристарх Беспалов и Евгений Настенко заняли первые места, обыграв 10 спортсменов своей категории. Евгений опытный шашист. Занимается русскими и стоклеточными шашками. Одерживал победу на первенстве России в быстрых шашках и в молниеносных. Мы в основном готовимся к русским шашкам. Это доска 64. Но стоклеточки мне ближе сами по себе, так как здесь меньше дебютов, больше комбинаций, следовательно. Здесь не нужно ничего учить. Ты больше готовишься своеобразно, то есть через какие-то комбинации, через просто наигровки. От привычных нам русских шашек стоклеточные отличаются размером поля, количеством шашек, а также некоторыми особенностями ведения боя. Поэтому стоклеточные шашки сложнее и требуют наибольшей внимательности и опыта игры. Переходить на стоклеточную доску тяжело. Обратно очень легко, даже есть доказанные варианты или успехи детей, когда они переходят. Они лучше как раз ищут комбинации за счет того, что они привыкли так на большой доске искать. И переходя на русскую доску, на 64 клетки, они лучше начинают просчитывать, лучше, внимательнее точнее они относятся к комбинации. Для родителей участников соревнований и костей усадьбы Гребнева организаторы подготовили сюрприз. Попробовать свои силы сегодня могут не только шашисты, но и все желающие. Для них организован мастер-класс по одновременной игре по русским шашкам с Николаем Макаровым и Владиславом Миронами, чемпионами мира и сильнейшими шашистами страны. Мы видели только по телевизору, очень было интересно поучаствовать. Нам тренер сказал, что будет, поэтому мы решили поиграть. Шашки – интеллектуальный вид спорта, активно развивающийся в нашем городском округе. Президент Федерации шашек России видит в нем не только воспитывающий спортивный дух роль, но и много перспектив для молодого поколения. Любой вид спорта делает человека системным, любой вид спорта воспитывает в человеке волю к победе, а шашки они еще и учат думать вперед. То, что необходимо для новой развивающейся сферы IT, то, что необходимо в предпринимательстве, то, что необходимо в жизни просто думать наперед на несколько ходов. В очередной раз наши шашисты показали достойные результаты, выиграв региональный этап первенства и таким образом получили путевку на всероссийские соревнования. Евгения Корытько, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.